Цинковый завод Цинковый завод Мусора и ненужных предметов Это очень важная профессия Так же, как фильтр для воды У вас дома очищает воду Шехтовщики следят Что бы на завод поступало Только чистое сырье После очистки По специальным лентам Конвейерам Концентрат поступает В самое жаркое место на заводе В большие печи Кипящего слоя Там так же жарко, как вулкани В печах все расплавляется и становится жидким, как лава. За этим следят обжигальщики. При плавлении концентрата выделяется очень едкий газ – оксид серый. Его ни в коем случае нельзя выпускать наружу. И чтобы сделать его полезным и нужным, газ смешивают со специальными растворами и получают серную кислоту. Это едкое вещество может растворить многие материалы. И с ним нужно очень аккуратно работать. Серную кислоту разной концентрации часто используют на заводах и в лабораториях для производства и обработки различных материалов. Прогоревший концентрат после печей отправляется на водные процедуры – выщелачивание. Тут цинковый агарок растворяют. Такой раствор нужно очистить от ненужных примесей. А после этого он поступает на электролиз. Электролиз – это сложный электрохимический процесс. Через раствор подается электрический ток, и на специальных металлических листах – катодах – начинает оседать растворенный в жидкости чистый цинк. Оказывается, электричество может и такое, а не только лампочки в квартирах зажигать и бытовые приборы заставлять работать. За всем этим следят каточки. Весь цинк, который осел на металлических листах, сдирают на специальной установке. И снова отправляют нагреваться, теперь уже в плавильную печь. Плавильщики разливают жидкий цинк по формам на карусели, где он застывает в форме слитка. И отлитый слиток отправляется на склад готовой продукции. Дожидаться своего заказа. На самом деле, на заводе есть еще очень много всего и очень много людей, которые обеспечивают работу предприятия. В лабораториях лаборанты следят за качеством воды, растворов, качеством полученного цинка. Есть специальные службы, отвечающие за безопасность окружающей среды. Ведь это очень важно – не наносить вреда природе. Огромное количество трубопроводов нужно постоянно обслуживать и контролировать. Для этого на заводе работает множество слесарей. Работа машин и механизмов автоматизирована. Но чтобы все работало правильно, требуются инженеры и слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики. Всем заводом руководят директора и начальники, которые знают, как сделать работу надежной, безопасной и эффективной. На заводе есть своя кухня, медпункт, автопарк, железная дорога и даже выпускается собственная газета с рассказами и новостями. Все эти службы работают как часы, чтобы наша страна могла развиваться и процветать, используя для этого наш челябинский цинк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова